С первой песни, а пели в основном о войне, народ прочувствовал ритм праздника и кто как мог участвовал в нем. Вот так же и 70 лет назад люди радовались весне, жизни, победе. Я думаю, мы обязаны уделять этому большое внимание и не только один день в году. Но я считаю, что этот праздник, он очень важен. Я очень горда, мне тепло на души становится. Я хочу сказать спасибо ветеранам, они за нас воевали, они за нас жизнь свою отдали. Сколько ей? Два года будет 27 мая. Два года будет, да? Ну вообще такая... И уже в форме, да? Вот ради таких крох, чтобы они жили в мирном государстве и воевали наши деды. Стой. Помаши привет всем ветеранам с Днем Победы. Помаши ручкой. Неподалеку от кинотеатра работали площадки. К примеру, за столиком, организованным Творческим Центром Энергии, можно было сделать красивую открытку, чтобы тут же вручить ее героям праздника. О чем думала, когда делала открытку это? Ну, чтобы все в мире хорошо было, чтобы вот эта открытка напоминала ветеранам о нашем мире, чтобы в мире все было хорошо и чтобы... Никогда не было войны. В тени деревьев расположились ребята из клуба «Ратник». Здесь и оружие можно было не только увидеть, но и подержать в руках. И послушать рассказы Михаила Каноненко о поисковой работе, в которой клуб активно участвует. Здесь вот мы собрали много интересных экспонатов. Вот дети спрашивают, что это такое. Ну, нашли немецкого офицера с кассетом. Нашли вот этот экспонат. Я говорю, я его не разбираю практически. Наш в штыковой атаке проткнул голову немецкому солдату. Они были накрыты взрывом. Ну, соответственно, останки были перезахоронены нашего солдата, немецкого солдата, отданные в Российский и Немецкий Союз. Вот. А вот так вот такая вот экспозиция получилась, знаете, непроизвольная. Ну, вот итог. Итог этой войны. А на лужайке спортсмены и просто любители здорового образа жизни отжимались. Цель была поставлена немалая. В общем зачете отжаться за каждый мирный день прожитых 70 лет. А это ни много ни мало, порядка 25 с половиной тысяч дней. Руслан Ким – один из самых юных участников акции. Вот оно, будущее России. Будущее, за которое уже сегодня не стыдно. Татьяна Берлова, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова